Привет всем, это КорниTV. Поубирал я гараж и нашел еще пару запчастульок от своего Гольфа. И в этот раз я не буду раздавать бесплатно, так как езжу по новой почте, трачу свое время, бензин. Будем, сделаем маленькую распродажу, начиная, допустим, от двух долларов и дальше вы ставите свою цену. Короче, пишите в комментариях, за сколько вы заберете, кому она реально надо, как бы цены я не загибаю, то есть посмотрите, я сейчас покажу вам все запчасти и буду отправлять. Погнали! Итак, погнали! Короче, есть у меня вот такая крышечка, это крышка предохранителей под рулем, если вы видели. Короче, предлагайте цену, цена от двух долларов, то есть не ниже двух долларов, из от грин, я думаю, это не сильно много, как бы такая крышечка. Дальше идет корректор и фар. Корректор фар оригинальный, HELLO. Только здесь, как вы видите, вот такой шарик должен быть. Он был ломаный, сделанный чуть-чуть другой. Далее, когда-то купил себе подшипник, это подшипник, скажите, чего? Коробки, выжимной подшипник, грубо говоря. Как бы я его не поменял, руки не дошли, он, грубо говоря, новый, фирма ЛАК. Вот такой вот код, это на 1.8 коробку. Далее, ну, это такое себе, это пищалочки, здесь они, конечно, в состоянии так себе, то есть тут корпус еще есть, здесь корпуса нету, грубо говоря, такая. Ну, они рабочие. Сразу вот блочок, это когда-то у меня стояло в Гольфе, и я покупал новые колонки, там были эти пищалочки. Тормозная трубка, тоже я купил. Получается, мама-мама. Новая, ну, как бы сейчас уже она проставляла в гараже, а так она новая. Далее, фара. Ну, фара, это, конечно, это была обычная фара, покрашена лаком тонировочным. Она, в принципе, вроде бы целая. Какая-то царапина. Ну, кому надо, может там, растворителем снять. Полностью целая. Это у нас, получается, левая. И есть левая, оригинал, ну, чуть-чуть поцарапанная, как бы от времени полирнуть. Полностью комплектная, даже есть лампочки. Далее, вакуумный усилитель тормозов. Оригинал, 92-й год, фах. Это сразу вместе я с бачком этим продам. И самим усилителем, как бы это был снят из моего гольфа, но из-за того, что он стоял, валялся в гараже, как бы, ну, я бы его не ставил. Ну, кто хочет, может почистить и поставить. То есть он рабочий. Далее, это кнопка от четвертого гольфа. Отборы. Она с подсветкой. Следующая идет кнопочка от гольфа 4 или отборы. Открывание багажника. Может, в принципе, кто-то ее переделает. Она с подсветкой. Когда-то себе тоже хотел поставить, но я еще хотел на багажник такую кнопочку найти. И есть еще на трехдверку обычные узкие молдинги. Ну, как вы видите, здесь поломанные крепления, так что вам придется или покупать. Вот одна кусочек. И сразу же это одним лотом. Это на двери. Вот в таком состоянии. Здесь на некоторых даже есть целые крепления. Не сильно царапаны. Феном пройтись и будет все четко. Итак, еще есть ремни безопасности. Ремни, в принципе, все рабочие. Но здесь, по-моему, вот эти два ремня, это на заднее сидение. Есть маркировки. Вот раз маркировка. Два. То есть лучше, конечно, их снять, посмотреть, какие у вас они по форме. Потому что вот здесь этот точно от трехдверной я менял. У меня тут еще лопнуло крепление. Я это делал. Это левая сторона, то есть водительская. И так долго я пробовал. Вот. Просто если его дергать, он как бы не работает. И вот боком тоже не работает. Надо его именно вертикально. И еще есть, я его, конечно, не взял, есть флафоны Вот сейчас на фотке будут. Это в карты на вентах. Их можно вольф тоже врезать и сделать себе подсветку карт. Еще, если кому-то надо, есть рейка маркировки. Вот. Но я ее поменял, потому что она где-то с какой-то стороны с под пыльника потекла. Кто умеет их там менять, сальники там или, я не знаю, реставрировать, как бы отдаю. Очень дешево. Но это именно кому надо. Если нет, то я ее просто на металл лом. Так она не хрустит, только где-то она потекла из-за пыльника там внутри. И так, на этом все вроде бы. Кому надо эти запчасти, пишите в коменты или лучше в инстаграме. Вот мой инстаграм. Все эти деньги, которые я там, типа, заработаю, это все отложится на мою мечту, на Audi A4. Как бы, у меня есть деньги на нее, чтобы купить за границей. Ну, ее надо пригнать и растаможить. Кто живет в Украине, знает, сколько стоит растаможка, как бы. И, как бы, так вот. Кто хочет помочь, ссылочки внизу есть на карты Монобанка, Приват. Есть еще из других вебмани. То есть, кому не жалко, там, какие-то пару копеек, рублей, гривень, скиньте. Я буду очень рад. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Подписываемся, ставим колокольчики, лайки. Всем пока.